всем добрый день еще раз давайте попробуем не просто новый девайс попробуем меня презентация новая не загружается на компьютере поэтому я буду с айпэда показывать вам и сейчас мне нужна будет обратная связь видно ли мой экран напишите пожалуйста в чате видно ли мой экран где написано добро пожаловать сафир раз пока люди собираются мы протестируем все да отлично все окей тогда начинаем из-за того что у меня ipad видимо мою фотографию не будет видно мое видео я имею ввиду трансляцию будет видно только экран ну не суть начинаем в таком регламенте представлю вашему вниманию презентацию компании зенек сегодня мы поговорим о продукте о том что это за компания разберемся со всеми нюансами в конце вы сможете задать свои вопросы вот завтра наверное или послезавтра точно еще не знаю у нас будет следующая презентация которая касается уже компании сафир у нас сегодня идет мероприятие в дубая и наша команда все уехала в дубай но не все но частично да в том числе евгений поткин вот он мне сейчас написал что будут люди на презентации новые и мы тогда начинаем вот и кто кому интересно уже послушать именно про софер а мы соберемся с вами завтра и будем разговаривать именно про софер а сегодня про компанию зенек и так компания у нас австрийская компания 2018 году началась и свое существование открыли два молодых человека эрвин доктор и майкл оффнер кстати хочу завтра наверное может сегодня даже показать вам white paper который у нас уже вышел на английском правда языке но можно будет пробежаться посмотреть и сделать отдельный вебинар по white paper перевести его и объяснить что там находится и зачем вот это наша компания чем же она уникальна она создала свой собственный блокчейн поговорим немножечко самой технологии блокчейн чем же она вообще уникальна и зачем она нужна в нашем мире на данный момент и так это первое что это самое безопасный способ хранения денег в интернете и не только денег вообще любых данных а также надежный методов передачи то есть мы можем друг другу пересылать деньги из любой точки в любую точку мира за копейки за минимальные комиссии и деньги никуда не могут исчезнуть и что-то с ними может случиться все это хранится внутри технологии блокчейн блокчейн имеет также децентрализованный протокол да то есть это означает что никто не может между участниками нарушить данные связи до которые например мы пересылаем деньги кладем какие-то файлы внутри блокчейна это невозможно нарушить украсть или там что-то подделать это всегда все хранится внутри нашей цепи и внутри наших блоков в цепи то есть блок это блокчейн это цепь до цепочка блоков и в каждом блоке хранится та самая информация которая была в предыдущем и передается в последующий таким образом это цепь не обрушаемо это также прозрачно и блокчейне фиксируется каждое изменение чтобы не произошло то есть всегда информация вся на виду и мы можем ее проверить и к этому доступ к этой системе имеют абсолютно все кто занимается в той или иной сети например если у нас на блокчейн зенека мы имеем доступ к эксплореру мы можем посмотреть все транзакции куда деньги ушли куда пришли в мировом блокчейне также мы можем проверить какие идут транзакции у меня например есть ресурс на котором я смотрю как киты пересылают деньги то есть огромные суммы это могут быть миллионы долларов и миллиарды которые пересылаются из точки одной мира в другую мгновенно за секунды и есть отслеживающий механизм вот вот глава компании бинанс один из самых богатых людей на планете земля сейчас все наверное вы знаете эту биржу не знает новички то вам рекомендую об этом узнать а он сказал что блокчейн окажет более значительное влияние на мир чем интернет да это на самом деле так и это уже мы замечаем кто находится в этой индустрии и у нас более 50 международных компаний уже работают на блокчейне это касается финансов и логистики и здравоохранения и страхования и энергетики все вы видите здесь свои знакомые какие-то компании которые с которыми вы сотрудничаете юни ливер форди чел миллион всяких компаний посмотрите туризм и техат airway сингапура ирландс аэрландс это я авиалинии авиакомпании и уже и правительство переходит на блокчейн многие многие страны сейчас начинают выпускать собственные криптовалюты так называемые cbdc эти cbdc как раз и будут являться ну например на территории россии это будет крипто рубль который уже протестирован и уже я думаю в этом году его запустят в оборот поэтому криптовалюта она уже давно пришла к нам на землю да скажем так не все просто это заметили то еще только сейчас замечает нужно срочно это изучать вот так же сейчас во всем мире грядут перемены токенизация то есть оцифровка мира да и все компании которые когда-то выпускали акции например на айпиу на обычную фондовый рынок на биржу да сейчас начнут выпускать свои токены это дешевле удобнее быстрее можно привлечь инвестиции но об этом подробнее мы поговорим позже и так наша компания называется zenith technologics ltd и наша компания она позволяет каждому человеку повысить уровень своей финансовой свободы благодаря простому и безопасному доступу к технологии блокчейн а у нашей компании есть все сертификаты и есть лицензии дубая это называется компаниям дубая д айфс это такой орган регистрирующий технологические компании здесь справа вы можете посмотреть да сертификат денег technologies ltd выданный как раз дубая интернешнл файнэнш 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 центр выданный дубайским интернациональным финансовым центром здесь не может не очень хорошо видно ну да видно регистрации 47 42 это можно все проверить на д айфс сайте это все в реестре в его открытом доступе находится каждый из вас может проверить мы также проводим вебинары где мы рассматриваем именно безопасность компании более подробно кому интересно можете потом записи это посмотреть итак компания была создана в 2018 году да сам проект он ориентирован на полную децентрализацию что такое децентрализация это когда компания принадлежит не одному человеку а всем пользователям сети скажем так что все по всему миру кто будет завязан на нашей технологии он будет совладельцем технологии но нужно иметь определенный статус определенное оборудование и произвести определенные инвестиции в эту компанию что стать соакционером содержателем ноды да мы позже об этом расскажу и также в девятнадцатом году также уже был разработан предварительно проекты создания прототипа блокчейн и компании в двадцатом году пытались работать в швейцарии но не срослось там с инвесторами и потом был найден другой механизм в 2021 году уже мы стартанули в дубае почему потому что у эрвина доктор были связи на ближнем востоке и так получилось что он принял решение переезжать в дубай в связи с тем что дубай сейчас является меккой блокчейны технологии в меккой всех новейших цифровых технологий и туда и съезжаются компании айтишники со всего мира каждый день там идут мероприятия всякие форумы по блокчейну и все 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 то есть у меня живет подруга в дубай каждый день она ходит на какие-то ивенты она сама работает тоже в разработке метаверс проекта метавселенных и каждый день она ходит и ходит и ходит по разным мероприятиям поэтому сейчас дубай реально будущее наступило уже да в отличие от других стран и очень круто что наша компания находится именно в дубае потому что она может не только прозрачно и легально работать до своей сфере но и также быстро находить различных бизнес партнеров и поддержку со стороны государства и не только и 24 мая 21 года компания зенит получила вот эту самую регистрацию на территории дубая то есть мы работаем полностью в белую никаких серых схем все легально полная отчетность налоговая и так далее вот зенит предлагает технологии которые обеспечивают безопасное взаимодействие старого и нового рынка то есть миссия вообще компании перевести до весь мир на то чтобы люди смогли пользоваться крипто и безопасно быстро спокойно свободно пойти купить себе булку хлеба за монетку да то есть чтоб не нужно было думать а как вывести крипту а что с ней делать то что это возникает многих сложности с выводом денег да там бывает что на биржу а как а что как банки отреагируют так вот задача многих компаний сейчас сделать фиатные шлюзы которые будут мгновенно выводить деньги ваши на карпу крипто деньги превращать их фиатные валюты которые вы вы можете рассчитываться по всему миру неважно в какой стране вы живете это сейчас очень особенно актуально для россии в связи с тем что у нас происходит все знают что происходит сейчас в мире дойдет перри переменами вообще в принципе всего и мы находимся на таком кризисном периоде но кризис это с китайского переводе возможности поэтому мы с вами должны из этого кризиса вытащить все возможности научиться пользоваться так мы я надеюсь что здесь все инвестора до молодые или будущие инвестора или опытные инвестора я например занимаюсь криптовалютой с 2015 года слежу очень плотно за этим рынком и еще bitcoin покупала когда он был по 300 долларов вот поэтому то что делает компания зенит мне очень близко и я понимаю куда они метят и ребята молодцы вот и так что же они хотят простой и понятный доступ криптовалютам для каждого в мире да максимальная защита цифровых активов за счет нашего уникального оборудования правовая защита от доступа третьих лиц то есть никакие банки государства никто не может залезть ваши финансы полная децентрализация вы только собственник и вы владелец и никто не может диктовать откуда у вас деньги а что за деньги а куда вы заводите куда вы выводите то есть вы распоряжаетесь полностью своими цифровыми активами также это слияние мира крипты и нынешнего финансового мира то есть мостик такой переход от старой системы в новую систему да и как раз таким компаниям как зенит им сложнее всего потому что это ребята пионеры они протаптывают первой дорогу и им бывает сложно но они будут иметь самую большую долю на рынке среди тех кто сейчас стартанул да и удачно стартанул они будут в этом рынке потом глава главами до всего этого всей этой крипто истории блокчейн истории потому что это голубой океан который они уже в нем свои места заняли скажем так наш со временем будет все больше компании все больше больше конкуренция вырастает и те кто старт совершили первый и проходили все сложности все вот эти вот возню с банками как открыть карты там не разрешают тут не разрешают зато эти все компании потом будут рулят поэтому мы смотрим как раз на такие компании и инвестируем и конечно же связь между миром криптовалюты торговлей онлайн и офлайн это значит что заключать договора с предпринимателями чтобы они принимали криптовалюту можно было в их точках оплачивать крепкой можно было пользоваться каждый день до в магазине это вот то что сейчас происходит с многими компаниями том числе из нашей децентрализованная экосистема на 360 градусов это то что задумали ребята и уже воплотили из этой децентрализованной системы система у нас еще пару пунктов не реализовано все остальное мы уже сделали итак посмотрим что же у нас здесь денег hubs это наше оборудование полет это наше приложение дебетовые карты это карточки обычные чтобы выводить деньги свап мы тоже поговорим об этом позже что это обменник децентрализованная собственная биржа децентрализованный блокчейн на котором производим стейкинг в том числе объекты многотриллионный рынок проекты токенизации по всему миру nft это не взаимозаменяемые токены и смарт чейн собственный вот поговорим подробнее немножко об этих всех моментах да и так в чем же вообще уникальность нашего блокчейна ведь сейчас блокчейнов очень много да и конкуренция достаточно высокая на рынке так вот наш блокчейн он пятого поколения он супер скоростной обрабатывает до 50 тысяч транзакций в секунду а также уникальность его в том что он гибридный как гибридный двигатель в автомобиле да где вы можете ехать на бензине и на газе например там на электричестве машина сама переключается то же самое здесь то есть у вас не конфликтуют с нашим блокчейном не эфириум не трон не бинанс чейн и другие наш блокчейн децентрализован то есть все кто приобретают себе ноду но да мы поговорим позже что это такое являются сразу децентрализованными системами то есть но да это как трансформатор который раздает электричество ваши дома например у вас в районе есть 100 домов и один трансформатор на 100 дома вот этот трансформатор раздающий электричество 100 домов вот он и есть нода и как раз таки наш блокчейн именно когда сейчас ребята откроют свой код и покажет его всему миру это то что сейчас многие пытаются сделать то что я слежу за этой историей навести мосты между блокчейнами чтобы это было дешевле приятнее и свободнее в работе да а ребята наши это уже воплотили айтишники в этом их и силы вот тоже каждый на рынке ищет какую-то свою уникальную да уникальное предложение которое может быть конкурентно способным в тех или иных условиях и так наше прекрасное оборудование скажу вам как инвестор с многолетним опытом что основное основная боль моя была всегда как хранить крипту потому что мошенники не спят они все время пытаются украсть наши деньги и таким способом и сяким и как хотите да и крипта очень часто пропадает из бирж из кошельков из каких-то приложений а и поэтому я свою крипту всегда храню в разных местах но также у меня есть холодные кошельки это такие флешки которые вставляются ноутбук я туда пересылаю что никто не может залезть но эти кошельки они не отвечали всем тем требованиям моим инвестиционным которые я хотела потому что крипты все больше да токена все больше а кошелек например старого образца он принимает только там несколько видов монет и все а новые он уже не принимает в нем нет таких сетей ты должен купить новый 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 200 долларов отдать еще 200 долларов это не очень удобно и некомфортно да так вот ребята из зенита создали уникальнейший продукт которого нет аналогов в мире я все время говорю на презентациях что если вы видели аналог пришлите мне пожалуйста в личку я посмотрю потому что я не видела такого оборудования и так это доступ вашему финансовому суверенитету это аппаратное оборудование как ipad да с которого я сейчас веду презентацию но еще имеет такой вот корпус сзади в виде бриллианта детс хранятся несколько процессоров чипы которые обеспечивают безопасность всей вашей крипте то есть это ваш холодный кошелек имеет 7 дюймовый сенсорный экран в него на внутри него зашит конечно же наш блокчейн это и является той самой нодой мастер моды о которой мы говорили да у него есть память 250 гигабайт плюс и портал для цифровых инвестиций что это значит то есть в нашем процессоре заложены несколько блоков в одном отсеке и есть отсек соединяющийся с интернетом где вы можете выходить на биржу и торговать и пересылать криптовалюту туда-сюда есть отсек который добывает монету внутри блокчейна зенит нашу монету зенит я попозже об этом тоже расскажу то есть он еще ментит монету чеканит ее дальше есть еще один блок этим гордится наша компания потому что она создала именно то что вот этот блок он настолько защищен именно в нем хранится ваша криптовалюта что никогда в него никто не залезет только если вы не отдадите ваш хак кому-то в руки и не скажете сит фразу от него сит фраза это защитная фраза которую знаете только вы и желательно ее вообще хранить у себя в голове ну если память плохая на бумаге вот нельзя хранить ее там интернете или дед уже вас ее могут украсть и так у вас это оборудование дома на приходит домой вы его воткнули в розетку воткнули в кабель от интернета и он начал работать и он вам помимо того что добывает монету круглосуточно он еще и хранит ее он еще и пересылает вы еще можете торговать то есть это ваш собственный банк ручной такой который хранится у вас дома ничего лучшего на рынке я не видела по крайней мере и эту технологию у нас купили шейхи почему-то я позже расскажу что шейхи присоединились в нашу компанию как главные шерфолдеры акционеры потому что они тоже такого оборудования не видели никто им такого доселе не предлагал вот также для вашего оборудования не требуется киевайси только в случае если вы решите сделать айбон счет и карточку тогда вам придется киевайси пройти а так вам хап пришел он у вас дома и никто к вам не может прийти и сказать а чё за хапа чё за деньги там внутри а как-то заводишь выводишь то есть это ваша личная персональный банк куда никто не может залезть ну я не видела таких людей которым бы я сказала вы хотите вот такую штуку иметь и они бы сказали нет не хочу таких людей на земле нет все хотят такой хак и в этом тоже уникальность нашей компании также дополнительно еще функция ментинга она будет до 20 2040 года заложена в каждый хаб хабов всего у нас 475 тысяч штук и больше половины уже распродано кстати сегодня вот на мероприятии в дубае думаю нам скажут новые цифры да по поводу того сколько хабов продано ну интересно потому что после того как хабы продадутся уже не будет доступа к первому хабу будут хабы 20 30 и так далее и в этих хабах будет просто хранение крипты работать бирже но добывать монету они не будут добывают монету только вот эти потому что в блокчейн заложено именно такой алгоритм который будет именно на это количество хабов добывать определенное количество монет за всю всю-всю длину вот заложенную в алгоритм и в консенсус блокчейна и так также вот как я уже скала видите внутри хранятся чипы вот здесь можете посмотреть кейгвард это называется технический сейф повышенной безопасности в котором как раз хранится закрытый ключ его нельзя никогда не передать и не вытащить ничего не сделать таким образом этот хаб создает беспрецедентный стандарт безопасности для криптоактивов то есть для инвесторов по всему миру для крипто инвесторов это то что каждый хотел бы иметь сто процентов вот также у нас внутри сама сеть децентрализована блокчейна да то есть если один хаб погаснет например у вас в москве где-нибудь а у меня в таиланде продолжат работу то есть один одна нода обрушенная на ничего не причиняет никакого урона всей сети в этом и сила децентрализации то есть мы не можем вырубить одновременно на всей планете все хабы только может вырубиться несколько штук и ничего страшного в этом нет например сломался он там у вас или сгорел или там утопили или еще что-то ну в итоге сеть остается сохранности и в целости это очень важно понимать вот а также не к этому оборудованию не требуется лицензии никаких финансовых например там сек финмы либо афин да собственные наши аппаратные узлы защищают нашу сеть как bitcoin сети примерно так вот то есть нет конкретной цели для киберпреступности отсутствие сторонней аутентификации какой-либо то есть вы только заходите по вашему секретному ключу внутрь как хозяин хаба вот и соответственно покупку и продажу на бирже вы осуществляете прямо из этого зенит хаба вот далее едем алгоритмы понижения мощности холлинг в любом блокчейне заложены холлинг от английского слова половинка то есть у половины что это значит это значит снижение мощности например если вы купили хаб сегодня какое у нас число да там 25 марта 2022 года вы купили хаб вот ровно через год 25 марта 2023 года ваш хаб начнет майнить на 50 процентов меньше монет чем он до этого добывал к примеру сегодня он добывает 10 монет через год 5 через год 2 с половиной через год 1 25 и так далее да вы скажете что до 2040 года он что будет добывать 000 там сколько-то монет в день да именно так это то же самое как биткойне то есть биткойне 0.4 несколько после после ноля после запятой еще четыре цифры может быть вот и до этого объема как раз мы считаем поэтому вот эта вот история с холлингом она не уникальна она заложена вообще в любом блокчейне и биткойне и в эфириуме где хотите и еще у нас есть второй вид холлинга он привязан уже продажи хабов если мы продали тысячу хабов компания продала да соответственно следующая тысяча хабов добывает всего на один процент меньше монет и таким образом чем раньше приобретает человек хаб тем больше монет он у него добывает ну скажу на примере моих хабов которые я покупаю с августа да и докупаю постоянно то конечно же августовский там сентябрьский октябрьский добывают больше монет чем сейчас которые покупаются но тем не менее это печатный станок который штампуют мне деньги круглосуточно даже пока я сплю вот далее едем денег приложение вот такое вот в телефонах как мы все привыкли сейчас все живут в телефонах смартфонах она у нас уже есть и на android и на iphone этот кошелек децентрализованный он очень удобный классный интерфейс я сама им кстати пользуюсь вот в нем есть специальные еще защитные ключи можно осуществлять крипто и фиатные платежи это типа как google pay или apple pay да также можно его синхронизировать с хабом и например хаб печатает вам монетки они попадают в приложение вы можете приложением оплачивать какие-то товары и услуги тех магазинах где денег принимается либо вы можете в приложении отправить обменять свапнуть монету денег на и из детей там или еще на что-то выведя ее на биржу или хотите как хотите по-разному можно да и эти деньги уже вы можете там обналичить каким-то другим способом то есть способов обналичить очень много тут зависит от ваших целей да и возможности вашей стране и очень интуитивно понятный интерфейс у приложения и можно в транзакции применять в режиме реального времени то есть менять фиат на крипту но сразу скажу что вот именно фиат на крипту это еще не внедрили приложение постоянно дорабатывается базовое приложение готово но некоторые функции еще не работают мы ждем пока их включат далее вот такая крутая карта черного цвета она именно оттенит карта она уже есть тестируется сейчас и сейчас часть карт по европе рассылается именно для так как компания европейская да изначально из австрии все первые партнеры и клиенты были у нас из европы из больших стран таких там швейцария австрия германия португалия испания франция и так далее и вот как раз первые кто в компании были клиентами им раздадут карточки вот эти они тестируют на территории европы и после первых тестов во втором квартале 2022 года карта будет возможность приобрести ее уже внутри системы для абсолютно всех пользователей вот поэтому через карту можно обналичивать проще наверное хотя без карты можно обналичивать ну с карты это будет проще для кого-то опять же да я например пластиковыми картами вообще уже не пользуюсь они мне не нужны это лишний раз руки пачкать вот передавая ее там продавцу в магазине проще заплатить приложение вот завершайте покупки и платежи в независимом режиме безопасная альтернатива оплате наличными или чеками полная конфиденциальность всех операций вот не сбербанк не тиньков вам не позвонит и не скажет а че это ты там переводишь это че за денег у тебя а где взяла или взял да глобальное применение это означает по всему миру они действуют фиксированная комиссия за снятие наличных это для того чтобы кто-то оплатить купить также встроенные сепой айбан счета да это как раз привязаны опять же могут быть к вашему хабу и приложению если вы захотите ну и так далее вот ну здесь вот слайд о том что во втором квартале она запустится для всех и так оплата с помощью крипты становится реальностью да у нас есть возможность банкоматах крипто банкоматах по всему миру деньги снимать скрипты и покласть их туда внутрь вот также у нас как раз интеграция фиата через виртуальный айбан сепа и европоин счета также у нас есть зенит хабом синхронизируется то есть как печатает монетки выводите на приложение платить как я уже сказала как apple pay google pay не требуется больше крипто адреса длинные на которые можете не туда один знак не напечатали деньги ушли никуда вот то есть риски снижаются тем самым потери денег при пересылке можно покупать и продавать одним нажатием кнопки и разово пройти киева си для активации вашего виртуального айбан счета поэтому как только выйдут карты вы сможете уже их получить с помощью с помощью пройти киева си ссори что приехал собачка и так что ж такое денег свак это то что мы ожидаем пока еще этот продукт не вышел он в разработке потому что разработка достаточно сложная это такая мини биржа которая позволяет обменивать токены на токены крипту на крипту до свапать то есть свап это обмен и а у нас есть очень популярные в мире несколько децентрализованных обменников один из них это юни своп другой панкик своп и вот видите зеник своп это будет подобное этим биржам но только наш собственный зим и рассмотрим да в чем преимущество в чем отличие например вообще обменников и в чем будет отличие нашего обменника от остальных итак юни своп у нас работает с монеткой юни биржа скажу на минуточку имеет около двух миллиардов транзакций долларов день в сутки 24 часа объем торгов на бирже составляет около двух миллиардов товарооборота грубо говоря сделок купил продал купил продал купил продал на панкик своп это новая достаточно биржа у нее есть свой токен кейк и у нее более миллиарда объем торгов на суточном режиме суточном режиме да и конечно же есть есть то что юни своп он заимствованным блокчейне работы работает на блокчейне и твери и если вы хотите свой токен разместить на этой бирже вы обязаны его обернуть в обертку версии 20 что и сделала наша компания так как наша биржа еще не вышла она в разработке мы наши зенеки зенек коэн монету да обернули в обертку и rc20 и залистили на юни своп можно выводить через эту биржу я юни своп не очень люблю то что комиссии в эфириуме бешеные просто то есть доходит до 20 30 долларов за транзакцию очень невыгодно давайте по панкик своп панкик своп вот я люблю больше потому что на нем комиссии низкие за счет того что он расположен на бинанс блокчейне на бинанс марчейне работает да и монеткой мастер-коином является бенби то есть если мы хотим зенек залистить на банкик своп мы берем нашу монету зенек коин оборачиваем ее бенби и она у нас торгуется на банкик своп и сейчас это тоже уже доступно вот то есть мы можем нашу монетку купить продать на банкик своп и это для нас будет дешевле чем на юни свопа потому что бенби стоит комиссия дешевле чем эфириум так вот наша компания она планирует зенек своп выпустить конечно же на своем блокчейне нам не нужен не бинанс не эфир у нас есть свой готовый зенек блокчейн и мастер коином будет являться опять наша монета зенек конечно же и все токены которые захотят прийти на наш своп да они будут оборачиваться в зенек 20 соответственно компания будет этого зарабатывать с каждой транзакции которая будет за счет сети зенит происходить за счет наших монет внутри блокчейна компания будет на всех этих комиссий зарабатывать вот далее едем и конечно же здесь вот слайд о том что монета эфириум как на дрожжах выросла с 15 по 21 год с 0 68 доллара до 4350 долларов это майский слайд видите что это 0 5 21 сейчас цена немного ниже из-за коррекции на общей на рынке но тем не менее да а бенби у нас от 0 0 96 доллара с сентября 17 года по май 21 доросла до 660 долларов то есть посмотрите да во сколько раз и за какой короткий срок растут эти валюты и у зенека тоже самые такие же возможности которые в ближайшее время реализуются да на этом слайде мы видим потенциал роста стоимости зенека то есть если у нас зенек залистился изначально на 0 0 35 долларов то 28 февраля цена его было 0 24 кстати скажу вам что буквально вчера позавчера зенек залистили на централизованную биржу здесь еще нет этого слайда называется она латокин с чем я вас всех и поздравляю потому что централизованная биржа позволяет еще больше еще больше компании ну так сказать укрепить свои позиции на рынке скажем так и скажу вам что сегодня я курс не смотрела но вот партнер мне скидывал вчера как раз он покупал денег там продавал пробовал и как раз цена была 0 73 и 86 то есть 0 7 доллара 0 73 доллара и цена продолжала расти это при только первой скажем так выходе на биржу первые часы торговли вот поэтому будем наблюдать как монета будет расти это очень интересно наблюдать со стороны как она растет когда ты ее не покупаешь она у тебя штампуется внутри хаба это вообще особенное ощущение да потому что ну одно дело купить за свои а другое дело когда тебя просто она круглосуточно просто печатается это это просто великолепно вот поэтому кто еще таких ощущений не испытывал рекомендую вам попробуйте и если цену цена будет постоянно расти за счет некоторых механизмов которые компания изначально заложила да в бизнес-план развития и рост зиме я объясню вам вообще в чем суть и так также у нас планируется выход биржи денег это будет собственная биржа крупная биржи до денег exchange на которой будут конечно же лучшие обменные курсы за счет чего за счет того что у нас все свое нам не надо ничего заимствовать поэтому мы можем быть конкурентно способными и дать самую низкую цену на рынке чтобы тем самым привлечь большое количество трейдеров активных всяких криптонов которые любят крипту компании и не только да тем самым тем самым монета в любом случае будет расти за счет того что будет все больше людей на бирже торговать а все комиссии у нас в зенеке а комиссия в зенеке это повышение роста зенека это первое далее низкая стоимость трансфера то есть перевод туда-сюда будет совсем дешевый айбан совместимая верификация которую не все могут дать не на всех биржах это есть очень низкие комиссии намного дешевле традиционных бирж это я уже сказала все популярные будут стандартные криптовалютные пары для удобства и комфорта трейдеров любого ранга обмен активами всех видов это как раз свапалка да свап и дополнительные преимущества для владельцев мастер боя на зенек но это то же самое как у бинанса если ты торгуешь например пару usdt там что-то это одно если ты торгуешь by usdt есть еще by usdt есть еще bnb если у тебя если лежит bnb на кошельке то ты имеешь право получать разные плюшки от биржи скажем тогда биржа поощряет на тех кто использует bnb в транзакциях и так далее поэтому здесь будет то же самое не надо выдумывать велосипед надо брать и копировать лучших и добавлять свою поэтому ребята просто сделают что тех у кого будет мастер-поинт зенек будет еще 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 много всяких плюшек вот поэтому компания планирует выйти на позиционирование среди десяти лучших бирж мира начиная с 2023 года то есть у ребят цели глобальные и это очень хорошо как говорится целься в луну окажешься среди звезд вот и конечно же все ждут зенек смарт-чейн что это такое это для токенизации нужен зенек смарт-чейн который работает конечно же на блокчейне зенек и позволяет делать смарт-контракт что такое смарт-контракт это умный контракт который позволяет все что угодно зашить внутрь него и система будет работать автоматически только поэтому смарт-контракт но это грубо говоря как вот в том же дубае до метро без машиниста есть определенная программа внутри управляется метро с помощью компьютера поезд идет туда на этой станции остановился постоял столько-то секунд закрылись двери он едет дальше это все по грубо говоря по смарт-контракту работает если бы этого не было поезд был пал с рельс то же самое здесь смарт-контракт зашивается та информация которая нужна например что вот за такую-то сумму я проверну такую-то сделку и никак иначе то есть или вот друг другу пересылать деньги по смарт-контракту все что угодно может быть часть вообще весь мир будет работать на блокчейне на смарт-контракт благодаря смарт-контрактам криптовалюта эфириум очень сильно популяризировалась потому что биткойне у нас нет смарт-контрактов а в эфире у нас смарт-контракты есть ну не будем уже об этом так подробно да просто поговорим о рынке давайте лучше токенизации что же это такое рынок токенизации это как раз то о чем я говорила когда все компании идут в цифру когда у нас даже мировой экономический форум швейцарии на нем было определено что в 2027 году мировой масштаб вот этой рынка токенизации достигнет 24 триллионов это я вам еще скажу по скромным меркам я думаю что это переплюнет судя по тому как это сейчас все развивается это должно переплюнуть эти цифры и компания наша она как раз создавалась именно не сейчас это придумано это было изначально что наш блокчейн создавался специально для рынка токенизации не для того чтобы мы с вами тут сейчас об этом поговорили а именно для того чтобы взять кусок пирога с рынка токенизации ребята уже тогда об этом знали да что такой рынок уже есть что он требует блокчейнов нового поколения что он требует именно тех инструментов с которыми он сможет сотрудничать и работать и они очень все грамотно сделали поэтому они уже вошли в рынок токенизации сейчас я расскажу как это работает например ваша компания ну небольшая да не как apple или microsoft у вас нет собственных акций и вы вдруг решили что вам нужно дополнительные инвестиции в вашу компанию вы готовы токенизировать ее выпустить собственный тонень токен например на определенном на нашем смарт-контракте еще что-то на блокчейн денег и мы заключаем с вами контракт вы выпускаете свои токены мы их пиарим на нашей платформе среди комьюнити и люди начинают инвестора со всего мира скупать ваш токен потому что ему нравится ваша идея или вы можете ему за свой токен предложить потом недвижимость или солнечные батареи или авиаперелеты или еще какие-то истории или просто дивиденды в качестве там вознаграждения за то что вы вложили деньги в бизнес а ведь то что вы покупаете токен вы вкладываете деньги в определенный бизнес вы можете выбирать в этот я хочу вложить а в этот нет а вот этот мне нравится он экологично я хочу а в этот не хочу и так далее тем самым вы создаете себе крипто портфель а компании получают инвестиции с вашей стороны это очень интересная схема по которой сейчас уже мир движется мало кто об этом знает но это колоссальные возможности как для инвесторов так и для владельцев компаний и финансирование капитализация проекта увеличивается за счет токенизации также компания может сэкономить огромные огромный потенциал экономии для компании не надо идти выходить на айпио бешеных ждать там вкладывать деньги ждать этих всех аудитов три года ждать пока тебе акции выпустят и тому же нам могут быть и и не нужны это вложил кучу денег а также на блокчейне стопроцентная прозрачность мы с вами уже знаем да и что же может быть токенизировано да абсолютно все здесь перечислены некоторые да виды токенизированных проектов патенты лицензии договора товарные финансовые активы недвижка солнечные системы ветер искусство картины антиквариат это лишь час я вам скажу по себе что можно токенизировать любой бизнес какой бы он у вас не было если вы предприниматель вы можете выпустить токены своей компании вот и это мы уже разбирали да то есть самое главное понять что теперь благодаря токенизации наш актив зене койн он подкреплен еще реальными активами тени койн ведь цифровой актив а он еще и подкреплен реальными активами из традиционного предпринимательства из секторов экономики различных абсолютно которые существуют на земле и которые пришли в интернет тем самым это не просто токен становится а это уже а то есть как доллар должен быть подкреплен золотом там да чем но он не подкреплен америка печатает 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 доллары до фрс и уже не подкреплены они чем внешний долг растет это такой пузырь который рано или поздно лопнет и будет всем больно вот поэтому здесь такого не будет здесь во первых у нас монета в ограниченном чем крипта дальше хороша тем что у нас ограниченные миссии мы не можем печатать денег сколько нам влезет у нас есть всего лишь 800 миллионов монет все больше мы не можем напечатать эти 800 миллионов они будут выпущены в течение 20 лет вот такой алгоритм это честно это прозрачно это круто они просто включили печатный станок и погнали печатать доллар ничем не обеспечены здесь тоже надо понимать да что это то куда мир идет прозрачность в децентрализацию в честность то где не будет коррупции где не будет всяких грязных дел вот поэтому это все добро это то что нужно и в это просто необходимо инвестировать если вы осознанный инвестор и так вот здесь у нас дорожная карта пробежимся быстро да как я уже говорила да можете почитать старт проекта активация блокчейна первая поставка хабов листинг монет на биржах запуск веб-сайта запуск приложения это все уже у нас есть а теперь мы ждем во втором квартале денег smart chain для токенизации мы ждем денег swap это наш обменник мы ждем во втором квартале полный выпуск на всех клиентов дебетовой карты денег также мы ждем первые проекты токенизации кстати у нас уже есть на самом деле проекты которые работают с нами я вам о них сейчас расскажу но вот именно проекты которые будут на smart chain работать они выйдут во втором квартале 22 года и активация zenik exchange третий квартал 22 года и децентрализованная система полная которая будет полностью функционировать четвертый квартал 22 года поэтому этот год для компании очень важный потому что она запускает самые-самые мощные продукты которые нас выкинут на орбиту да потому что все что уже было сделано подготовлено для того чтобы сейчас получить следующие продукты она реально очень важно но то что будет в этом году еще важнее это такое веха будет для компании когда она закрепится на рынке они все узнают это будет совершенно другая история вот а мы с вами на этапе стартапа попали в я вот например в августе начала сюда инвестировать 21 года да и наблюдая за тем как компания разрастает все что она делает я летала в дубай со своей командой нас было пять человек мы познакомились со всеми основателями я знаю лично эрвина доктор и всех остальных мы посмотрели на этих людей почувствовали их энергетику как они работают какое у них образование какие у них цели какие у них глаза как они все это делают и после этой поездки у нас не осталось никаких вообще сомнений по поводу этой компании тем кто вообще новички рекомендую в следующий раз когда в дубае будет ивент кстати сегодня у нас да все знают и в дубае если вы сегодня смогли следующий раз я думаю будет где-то октябрь месяц вечеринка вот предлагаю вам всем там встретиться вместе и чтобы вы посмотрели на этих людей как они круто все делают как они горят своим делом это реально ну заражает и ты понимаешь что это являться частью такого бизнеса до являться смотреть как это все растет на твоих глазах это очень интересно далее поговорим о нашей децентрализованной экосистеме которая будет уже мировым шедевром блокчейн технологии к концу 22 года да и так смотрите да что здесь у нас нарисовано это я наверно даже перейду к следующим ну давайте посмотрим подряд денег об нам да он у нас узловой центр и он нам печатает монету да это мы уже поняли соответственно алгоритмы повышения спроса на него будут такие как токенизация и децентрализованная биржа вот далее у нас отходят видите от хаба децентрализация токенизация биржи далее что мы имеем после этого у нас еще есть сила в том что блокчейн не имеет аналогов с нашей уникальной технологии а это значит что мы соединяем все блокчейны обеспечиваем безопасную торговлю любыми активами самыми низкими комиссиями и лучшими обменными курсами поэтому у нас есть потенциал создать самый крупный товарооборот криптоиндустрии на нашей бирже вот далее также у нас еще будет создан искусственный дефицит коинов как это делается регулярное сжигание все наверно слышали что сжигается а у виталик бутерин сжег эфира там на 3 миллиона долларов а бенчампин джао сжег бенби на столько-то миллионов долларов это постоянно происходит зачем они это делают за тем чтобы эмиссии ограничены плюс если у нас токенов коинов до внутри системы становится все меньше соответственно они дорожают тем самым компания с биржи забирая все комиссии до зарабатывая на этом будет выкупать свободный зенит coin и сжигать его не не знаю как часто они это будут делать раз портал или там раз в полгода эта компания сама решит но они будут именно тем самым повышать спрос на монету она будет расти в цене а вам как прикольно у вас хаб печатает монетку вы проснулись она все дороже и дороже и дороже и за счет того что на бирже все торгуют используя зенит coin его покупают да а чтоб купить спрос увеличивается цена растет а монетки сжигаются еще больше спрос увеличивается цена растет и таким образом все выше и выше далее также токенизация конечно же которая будет запущена да это уже замена фире физических или юридических активов токенами на блокчейне и токены насыщают зенит coin реальным активом который есть на земле в бизнесе традиционно вот и тем самым вот эта система не обрушаемая которую ребята сейчас создают когда это все заработает в полном объеме вы удивитесь насколько вы будете себя хорошо чувствовать если у вас есть этот актив в портфеле поэтому еще раз пожалуйста присмотритесь и наша монета она обеспечена реальностью да это не просто какой-то токен который там непонятно откуда взялся и зачем он нужен ничем не подкреплен никому не нужен и тут же рухнул здесь очень сложная система которую ребята задумали и воплощают прямо в данный момент и вот собственно как мы уже поговорили до предложение и спрос монет на сторонних биржах карты хабы приложения токенизация проектов услуги инфраструктуры использование децентрализованной биржи денег exchange все это будет влиять на то что наша монета растет и все это будет влиять на то что это монета обеспечена реальностью не просто словами выдумками или обещаниями а реальностью реальностью этой экосистемы созданной годами система создается годами то есть они с 2018 года это делают это не так просто ну достаточно крупный бизнес мощный который чтобы запустить нужно постараться что ребята и делают работают круглосуточно вот и что же мы можем для себя получить как клиент этой компании мы можем приобрести себе оборудование первый вариант это приобрести физический хаб которым я уже рассказывал стоит он 1998 евро очень недорого я считаю для такой для такой технологии и она придет к вам по почте вы будете еще сверху доплачивать за ндс и доставки зависит от той страны где вы живете а также можно приобрести себе еще зенит хаб миндинг хаб вот такой вот виртуальный он находится на серверах компании и серверы находятся по всему миру то есть вам не нужно его обслуживать включать в розетку охлаждать следить чтобы он не сгорел вот поэтому я рекомендую приобретать виртуальных несколько один физически физически для чего для того чтобы в нем хранить крипту что торговать на бирже что ваша крипта была защищена а все остальные виртуальные именно для объемной добычи этих самых монет которым цена будет неизвестно какая но она будет расти в любом случае потому что весь крипто рынок растет если вы посмотрите на графике любого стабильного до стабильной компании с хорошей идеей она растет не смотря на дикую волатильность на крипто рынке любая крипта в долгосрок растет и пожалуйста изучите этот момент сейчас не буду останавливаться открывать вам графики показывать что биткоин стоил 10 центов и дорос до 69 тысяч да сейчас он 40 45 в этом диапазоне но завтра он будет 100 и выше и вы это увидите и никогда не поздно заходить в крипту по крайней мере пока не поздно может быть когда-то я скажу что уже поздно вот далее у нас есть возможность с вами купить ферму что такое ферма не где коровы пасутся и дают молоко у нас теперь 21 век новые фермы нам не нужны коровы нам нужны хабы приобретая вычислительные мощности вот такие вот на серверах компании которые хранятся и она их обслуживает мы получаем чистую монету зенит коин которую мы можем продать держать держать в средний срок долгосрок рекомендую держать долгосрок потому что чем вы терпеливый как инвестор тем больше денег вы заработаете вот представьте что вы купили майнинговую ферму для биткоина в 2009 году намайнили дофига биткоина по 10 центов и по доллару его продали да вы круто заработали но если бы вы держали этот биткоин до сегодняшнего дня представляете сколько вы иксов вы сделали поэтому здесь то же самое чем вы дольше денег продержите тем вы богаче будет это надо понимать сегодня его снимать смысла нет потому что он стоит 0 7 завтра он будет 10 долларов тогда можно часть зафиксировать потом он может быть будет 100 долларов еще часть зафиксировать а можно вообще не фиксировать и ждать зависит от вашей ситуации с деньгами можно дождаться пока он будет 1000 долларов а может и выше но крипто рынок дает такие иксы и это надо понимать это не выдумки это реальность также мы можем купить не только целый хаб или ферму оптом много хабов а ферма стоит дешевле смотрите 2 2 хаба до стоит 2 950 или 4 хаба 5800 скидка постоянно присутствует оптом дешевле но есть люди у которых с финансами недостаточно хорошо либо они хотят попробовать не доверяют они покупают некоторые себе частички хаба а потом докупают составляет целый хаб я этого делать не рекомендую но если у вас причина недостаточное количество средств на счету то вы можете попробовать маленькой части лучше маленькая часть чем ничего но если у вас есть деньги на то чтобы купить целый хаб или ферму покупайте целый хаб или ферму потому что есть определенные преимущества вы посмотрите на цену 1 32 до хаба это 100 евро купили на 100 евро у вас маяница там 0 0 там что-то монетки в день да да это тоже деньги и да если зенит растет до 1000 долларов 100 долларов даже 10 долларов это будет хороший иксы вы сделаете но давайте посмотрим на то что вы можете один хаб сложить из 32 частей по 100 баксов или 100 евро это будет 3200 евро кстати сколько вы переплачиваете то есть если один хаб стоит полторы тысячи виртуально да а физически 2 то тут вы 3 200 то есть вы за целый хаб заплатите дороже чем за физически даже поэтому смысла в этом нет если вы как бы ну дальновидный инвестор далее актуальные этапы развития нашей компании 25 плюс но старый слайд сейчас гораздо больше людей в дубае уже работает в дубае уже человек 60 я думаю работает примерно вот также у нас более ста айтишников по всему миру в разработке и это люди со всего мира в плане это и арабы и европейцы вот так же специалисты да рост на глобальных рынках у нас сейчас происходит стратегические кооперации с различными проектами токенизации которые уже 300 компаний стоят в очереди ждут наш смарт чейн а также у нас есть софер глобал это собственно как компания партнер можно сказать из группы компаний которая помогает реализовывать продукцию да то есть это компания которая торговая торговые лицензии и находится также в дубае они мы поговорим другой день с вами а также у нас банковский сектор прикручен мы сотрудничаем с банками которые позволяют выпускать карты и не только и конечно же у нас главный шейхолдер как я уже сказала с апреля прошлого года является шейх саид бен хашер аль мактум это племянник короля правящей династии дубаи аль мактум вот и кто был в дубае знать кто не был рекомендую съездить кстати кто соберется в дубае вы можете в любой момент посетить офисы наших компаний но заранее нужно туда записаться просто так туда нельзя прийти вот зенит компания кстати переезжает скоро будет новый огромный офис у меня недавно партнер был дубае ну как он сейчас там живет сегодня кстати пошел на мероприятие вот и он был в офисе с ребятами общался они переезжают скоро в огромный офис потому что компания разрастается она масштабируется она переходит на новый глобальный уровень вот и оаэ как я уже говорила на сегодня лучшее стратегическое место в развитии блокчейна во всем мире да они хотят занять первое место по участию в цифровой экономике так как нефть заканчивается они понимают что они хотят терять мировое господство особенно в туризме и так далее им нужны постоянные инвестиции это ведущую роль хотят они занять четвертой промышленной революции я думаю они займут сто процентов и эмират дубай хочет стать первым городом в котором сто процентов услуг работает на блокчейне и сейчас дубай займут первое место как первый город в мире перешедший полностью с бумажного документа оборота на цифровой вот так же у нас уже как я говорила есть некоторые проекты стратегические с которыми мы работаем первый из них это проект тупан это зеленый токен децентрализованный который биржа сек ну не биржи сори орган да надзирающий самый строгий орган в америке все знают это сек опрувил этот токен то есть разрешил его выпуск а потому что это экология потому что очень хорошая идея заложена внутри этого только токенизация лесов амазонии то есть легких нашей планеты токенизируется каждый кубический метр лесов посредством продажи токенов то есть три и шестьдесят девять миллиардов дефай токенов будет выпущены вы можете тоже приобрести поучаствовать в очистке лесов это очень круто поэтому сек и дало разрешение на выпуск этих токенов и компания сотрудничает с нами с денег мы сможем через нашу платформу покупать этот токен тупан и сейчас уже тупан залистился на нескольких биржах вы можете посмотреть зайти тупан точка ай о почитать перевести сайт у меня кстати есть презентация где я показываю полностью про тупан все можете тоже попросить запись у ваших друзей кто вас сюда пригласил и так новая стратегическая кооперация номер два это компания один я кстати видела в дубае и основателя венок и основателей тупан это ребята которые реально из этих секторов экономики по 20 лет работают в бизнесе например ребята из-за венок 20 лет работает в авиации а венок это аббревиатура от aviation network operation chain то есть авиационная сеть операционная сеть типа того да грубо говоря и мировая авиационная промышленность состоит у нас из трех сегментов это авиакомпании и чартеры крупные это частная авиация и это бизнес авиация здесь мы с вами имеем место имеем 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 как сказать уже по-русски забываюсь в общем мы имеем возможность поработать именно с бизнес авиации это такой кажется вам узкий сегмент что никто не летает только в типа там богатые а богатых людей кстати очень много в мире и сейчас покажу цифры вы удивитесь да насколько большие цифры у бизнес авиации вдоль и рынке занимают это и коммерческие заказные внеплановые перевозки пассажиров и еще и грузов на самолетах именно бизнес класса эти самолеты выглядят как не знаю лакшери 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 такой корабль куда ты заходишь там все очень красиво персональные кресла персональное питание персональное у тебя как называют стюардесса или стюард и тебя везут туда куда ты хочешь заплатил да то есть таких судов в мире 350 тысяч ребята и из мирового оборота до авиационного в 1 и 8 триллионов долларов бизнес авиации занимает почти половину 890 миллиардов долларов годовой оборот но есть свои минусы да которые хотели как раз реализовать и в бизнес авиации отсутствует цифровое решение для приморова бронирования авиаперевозок как во всей авиа индустрии то есть если мы с вами хотим купить час билет куда-то полететь мы заходим либо на сайт авиакомпании либо на сайт агрегатор и покупаем билет за минуту за две так вот в бизнес авиации такое отсутствует и ребята как раз первые в мире кто решили эту проблему запустив приложение в приложение полностью создана на блокчейн и с помощью супер быстрых транзакций можно быстро забронировать рейс потому что у меня есть знакомые которые бизнес авиацию пытались бронировать трое суток они ждали пока их секретарша забронирует рейс то есть деньги есть а улететь они не могут за счет того что все медленно система не настолько быстро работает насколько регулярные авиарейс авиарейс крупных компаний так вот ребята решили эту проблему с помощью блокчейна они сделали это приложение вот так оно выглядит вы можете осуществлять поиск бронирование управление оплаты все по бизнес авиации в любую точку мира это все all-in-one marketplace первый в мире и полностью работающий на блокчейн и конечно же наш токи новинок который мы уже в октябре слышали о нем на нашем глоба глобал саммите в дубае где мы присутствовали и те кто купила венок уже сделали несколько иксов а также нас ждет с вами крутая стратегия которую компания нам также анонсировала в октябре и сейчас это уже реализуется мы сможем с вами как партнеры и клиенты компании зарабатывать еще и на стейкинги что такое стейкинг это как деквозит в банке кладете часть токенов они морозятся на время и вы получаете свой процент пассивный доход да как дивиденды в банке только дивиденды в банке 5-7 процентов годовых а здесь у нас будет гораздо больше процентов годовых и так стратегия предстарта продаж планируется на первый портал 22 года более надежная ставка инвестиций невозможно и мы с вами можем зарабатывать у меня уже кстати партнеры иксанулин так на на бирже купив овенок а сейчас уже можно приобрести овенок прямо у нас на платформе и еще и на днях уже я думаю не скоро запустят стейкинг и мы сможем с вами насладиться пассивным доходом от этого продукта а только представьте да что все больше богатых людей будет летать с помощью приложения ву все больше людей будет закупать овенок для оплаты билетов и т.д. и т.п. чем больше эта вся история будет разрастаться тем больше будет стоить овенок поэтому ребята пожалуйста присмотритесь к этой криптовалюте к этому токену тоже вот это вам такая небольшая рекомендация и принципе наверное все на сегодня я сейчас включу отключу презентацию отвечу на ваш вопрос если они у вас появились так и так 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 секундочку сейчас я тут отключу и включу чат ого тут в чате я просто не видела чат из-за того что у меня ipad и поверх чата не видно давайте я начну сначала вижу что уже писали много привет из нижнего новгорода вам тоже привет из бангкоков так добрый день у вас аудит пройденный есть если блокчейн децентрализованный могу посмотреть исходный код ядра а вот смотрите у нас уже сейчас вышел white paper и есть такая история github да где вы можете исходный код посмотреть на гитхабе компания выйдет буквально я не знаю то ли на днях то ли уже вышло сегодня у нас дождитесь пожалуйста кто вас пригласил вам скажет сегодня идет мероприятие в дубае и там будут объявлены все последние новости которых даже я еще не знаю потому что я в данный момент веду в живую презентацию по старым слайдам и я думаю что и сегодня у нас будут какие-то новости которые прям по дням распишут что будет код не был раскрыт в связи с тем что это не выгодно было компании если бы они сразу открыли вход это было бы не очень хорошо в плане того что могли украсть а теперь когда уже ребята закрепились и у них идет определенная стратегия это machines да обязательно стратегия да соответственно эта стратегия говорит о том что вот на этом этапе мы это делаем на данном этапе мы вот это делаем на этом этапе мы открываем код на этом этапе мы листимся на децентрализованные биржи на этом этапе листимся на централизованные так далее есть определенный алгоритм по которому они двигаются код будет открыт 100 процентов это уже мы знаем в блокчейн мире нельзя по-другому Аудит есть уже, кстати, да, по поводу аудита. Крупнейшая четверка компаний аудиторских мира проверяла Зенек и дала положительный ответ. Документы об этом тоже можно посмотреть. В общем, сегодня ждем с ивента. Наверное, будут ссылки, где можно прям перейти, все почитать и посмотреть. Так. Можно ли запись в чат? Можно запись в чат позже, после того, как она отрендерится. Слайдов нет, кто-то пишет. Вроде были слайды. Так. Здесь есть рефералка. Есть партнерская программа, но она не для всех. Не обязательно. Если вы хотите, приходите на другую встречу, мы будем говорить о партнерской программе в другой день. Сегодня мы говорили про технологию. Партнерка есть, да. Какой собственный блокчейн у Зенек, если это обычный ERC20? Нет. Вы просто не разобрались. Дмитрий, у нас есть собственный блокчейн. Если вы технический специалист по блокчейну, можете это проверить. Зайдя в наш Explorer и посмотрев, есть Explorer, zenek.net. У нас есть токен, наш коин, собственно, залистенный на биржах, обернутый в ERC20. Да, у нас есть и в BNB обернутый, как я говорила. Но сама монета коин вырабатывается в нашем собственном блокчейне. И, пожалуйста, проверьте это. Запись будет, да. На какой бирже можно купить обенок? Ну, если вы являетесь, напишите, Николай, вы где живете, в какой стране. Просто в связи с тем, что сейчас на Россию наложены какие-то запреты с некоторых американским бирж, можно купить на бирже LaToken. Там же залистился zenek. Пожалуйста, скачайте приложение LaToken. Я сейчас напишу. LaToken. Вчера у нас залистился zenek наш туда. Можно торговать его в паре с эфириумом, биткоином и USDT. LaToken, вот так называется. Заходите, регистрируйтесь, можете там и овенок купить, можете там купить себе. Ну, овенок, кстати, можно покупать через кабинет с эфиры, но об этом я сегодня говорить не буду. Если вы будете партнером компании, вы можете овенок купить как на бирже, так и через наш кабинет партнерский. И еще можете его потом отправить в стейкинг и на этом зарабатывать. Еще есть какие-то, ребята, вопросы? Задавайте, я отвечу. Я думаю, что вам нужно всем дождаться сегодняшнего вечера. Евгений Поткин, думаю, там навстречу. И мой партнер Георгий там. Я, к сожалению, не смогла в Дубай сейчас лететь. Было бы круто, конечно, там присутствовать и узнать о всех новостях, но я думаю, они проведут нам Zoom. Вы говорили, что можно будет купить овенок в кабинете как хаба. Овенок можно уже приобрести в кабинете. Марина Попова, если вы являетесь партнером или клиентом, вы можете из кабинета с эфир купить себе овенок уже. Есть видео, как это делать. Спросите, пожалуйста, у вашего пригласителя. Вчера хотел купить. Поддержка говорит, что такого токена не торгуют. Овенок не торгуют? Или что? На Латокен есть овенок и есть зене. 100%. Обновите страницу. Но я не знаю, что они выделистили, что ли. Нет. Максим, ты тут мой партнер? Максим, вчера вот позвоню, сейчас спрошу. Я на Латокене сама не регистрировалась, еще не успела, поэтому я не скажу. Я овенок покупала на другой бирже. P2P, B2B. Но она сейчас с Россией не работает. Просто я живу в Таиланде, у меня немножко другая история. Я сейчас для вас персонально уточню. Не берет телефон, сейчас почему-то. Максим. Видимо, занят. В общем, короче, уточните через ваших спонсоров. А, вот, в Латокен можно купить овенок. Может быть, вы неправильно аббревиатуру набираете овенок. Посмотрите, потому что он торговался, да, вот Наталья Малиновская подтверждает. Латокен можно. Поэтому просто, ну, нет смысла покупать на разных биржах, если уж зенит туда залистили, то как бы, пожалуйста. Поэтому в любом случае наблюдайте, как сейчас будет цена расти. Сразу скажу, что на разных биржах разная цена, может быть, это нормально. Обычно люди пишут, ой, а почему здесь такая цена, а здесь такая цена. Вы думаете, ну, разный спрос, разные предложения на разных биржах, разное количество трейдеров. Поэтому цена актива может отличаться на той или иной бирже. Это не говорит о том, что там что-то. А вот, пожалуйста, Андрей, благодарю, вас скинули даже ссылку на пару торговую овенокю из детей. Я хочу стать миллионером, чтобы помогать бедным, как мне им стать. Очень хорошая стратегия, знаете, какая? Начать помогать людям стать богатыми, и тогда вы станете богатыми. Невозможно первому стать миллионером, никому не помочь в этом вперед. Да, вообще, в принципе, как люди становятся богатыми. Если вы хотите стать богатыми, найдите таких же, как вы, и помогите им стать богатыми. Вместе с ними станете. Найдите себе бадди, грубо говоря. Товарищей, который хочет разбогатеть, и помогите ему в этом. С кабинета «Зенит» можно выводить овенок? Кстати, забыла сказать, вот спасибо за вопрос, ребят. Сейчас возможность такая появилась, просто слайда не было. Кто покупает хаб, сейчас целиком Максим звонит. Уже не надо. Так, кто покупает хаб целиком, тому компания дарит 200 токенов овенок в подарок. Представляете, как круто. То есть, если покупаете пол хаба, 100 токенов овенок в подарок, пока что функция вывода овенок с кабинета не работает. Это в разработке. Будет работать. Ну, а что вам его выводить? Вы его только получите, держите в долгосрок. Смысл его сейчас вам выводить? Вот скажите. Допустим, вы купили хаб, вам начислили 200 овенок. Вы шаг вывели, и все. Через год он будет стоить 10 раз дороже. А зачем вам сейчас его продавать? Держите в долгосрок. Крипта – это долгосрок всегда. Средний срок. Ну, если вы не спекулянт, что сегодня поторговать хотите им, вывезти на биржу и поторговать там в стакане или вы профессиональный трейдер, тогда просто дождитесь, когда компания сделает вывод возможным, можете вывезти на биржу и вместо стейкинга спекулировать им, если вы умеете это делать. Варианты разные, ребят, зависит от вашей стратегии. А если докупить до полного хаба, тоже будет начисление в подарок? Нет, Алена, там идет так, что ты купила часть хаба, и часть токенов овенок тебе начислилась. Как раз прямо пропорционально той стоимости, которую ты вложила в хаб. Еще раз повторюсь, то есть если нам дают 200 токенов овенок за хаб, то за пол хаба дают 100, за четверть хаба – 50 и так далее по пропорции. Начисления будут в подарок даже, по-моему, от 100 евро. То есть даже если ты на сотку купил, да, там, 32 хаба, тебе чуть-чуть овенок насыпят. Это сейчас такая акция, я думаю, она временная. Маркетинговая акция от компании. В кабинете вывод крипты через овенок в настоящее время не доступен. Пока не доступен, да, но это разработка. Еще, ну, оно, не все так просто. Это же не так просто. У айтишников есть определенные задачи, которые они решают, да, в определенном процессе они находятся постоянно. Да, ребят, все, вроде вопросов, если больше нет, тогда будем заканчивать. Запись я спрошу в чат к себе, вы потом, наверное, вам разошлют, да, потому что я не во всех чатах есть. А вот, пожалуйста, пишет, за один хаб, за хаб за 100 евро дает 6.25 овенок. Ну да, ну, то есть по пропорции. Вот, поэтому сейчас круто покупать, еще и овенок получить бесплатно. Это супер. Вот, ребята, хабов остается все меньше. Думаю, сегодня вечером мы уже узнаем, сколько их осталось. Я думаю, что Аскер и Томас раскроют нам этот великий секрет, который в Дубае, когда мы были, нам эту цифру говорили. Поэтому сейчас они, думаю, тоже скажут цифру, и мы будем знать, сколько хабов осталось. Ольга пишет, подскажите, пожалуйста, если покупать зенек на лотокен, можно ли их перевести на кошелек зенек по какой сети? Или лучше дождаться своей биржи уже напрямую с нее покупать? Ну, зачем тебе зенек на лотокен, если у тебя хаб добывает зенек? Скажи мне, вот зачем? Если ты все же купила зенек на лотокен, пусть он на лотокене и лежит. В приложении его отправить также можно, я думаю. Да, ну вот смотри, я сейчас зайду в приложение. Надо спросить тех, кто пробовал, я просто на лотокен еще не регистрировалась. Так, вот я захожу, вот у меня, видите, приложение зенек, не знаю, видно, нет? Да. Из сафиры кабинета зенеки сюда я отправляла. Они долго шли, но они пришли. Приложение, кстати, мне очень нравится, оно крутое. Сейчас, кстати, кто в кабинете сафира соединил приложение с кабинетом, теперь не удивляйтесь, что когда вы выводите крипту из кабинета, вы видите такой QR-код, кто еще не в курсе, объясняю. Когда вы видите этот QR-код, это подтверждающее. Эта компания сделала дополнительную защиту, чтобы мошенники не украли ваши деньги. Если вы всплывающий код видите, заходите в себе приложение, здесь есть сканировать QR-код, нажимаете, сканируете его с экрана, с другого, где у вас там компьютер или что, и у вас выходит ключ в приложении, и вам пишут столько-то там евро или там биткоин кэш, или что вы выводите. Выводите туда-то на такой-то адрес, это вы выводите, да, я. Клик, подтвердили, и у вас деньги улетели. Это дополнительная крутая штука, как Google аутентификатор типа, но через ваше личное приложение зенек. Если у тебя маленькая часть хаба, ты хочешь просто зенек купить, лучше купи себе хаб, чтобы он тебе штамповал зеники. За 20 лет он больше наштампует, чем сейчас ты купишь на бирже себе чуть-чуть зенек. Но это моя стратегия, а вы там как хотите, конечно, можете просто зеники покупать. Поэтому представьте, что вам говорят, я вам даю печатную машинку, которая печатает доллары, или просто купи доллары на бирже. Что вы выберете? Печатную машинку или доллары на бирже по завышенной цене, там с перекупкой, с комиссиями, с заводом денег на бирже, с выводом денег в бирже. Скажите, если смартфон сломается и приобретает другой, то как же приложение зенек восстановить? А очень просто, неважно. У вас есть там secret key, когда вы ставите приложение, у вас есть seed-фраза, которую вы записываете там, по-моему, 12 слов или сколько, вы эти слова записываете на бумажку, убираете в сейф, а лучше записываете вот сюда. И если у вас новое устройство, вы скачиваете приложение зенек, и просто эти слова туда, 12 слов, вписываете, впечатываете и входите с любого нового устройства. Это так всегда в децентрализованных приложениях так и работает. Поэтому не потеряйте эти слова. Если вы их потеряете, вам никто их не даст. Ни техподдержка, ни компания, никто не поможет. Поэтому seed-фраза – это то, что вы обязаны сохранить, иначе потом пеняйте на себя. Да, я думаю, что мой Zoom разошлёт всем. Не переживайте. Ещё, если есть вопросы, пишите, ребят. Приложение можно привязать к кабинету, да. Теперь это возможность есть. Заходите в Sofir, там в настройках написано «привязать приложение». Привязываете, и вот после этого появляется вот этот QR-код при выводе денег. Не пугайтесь, просто сканируйте и подтверждайте с приложением. Единственное, что там ещё не синхронизированы хабы с приложением, но приложение синхронизировано с кабинетом. Вообще в кабинете очень много новинок. Зайдите, полазите, посмотрите. Я просто часто, что у нас вебинар не про Sofir. Когда будет вебинар про Sofir, можно будет дать по нему новости. Там очень много. Я уже просто своей команде давала, и не буду повторяться. Зайдите, посмотрите. Компания постоянно дорабатывает кабинет. В кабинете каждый день появляется что-то новое. И только вы за этим должны следить. Не ждите, пока вам ткнут туда. Зайдите, это ваш бизнес, посмотрите. Да, очень ждём суперновостей в Дубае. Я тоже очень жду. Очень хотелось туда полететь, но, к сожалению, в этот раз не получилось. Хотя, конечно, всех, кто не был в Дубае, обязательно в следующий раз летите. Ребята, вы должны увидеть вживую этих людей. У вас тогда отпадут все вопросы. Очень важно понимать, с кем вы двигаетесь. Рыба гниёт с головы, поэтому надо голову знать. Ну, вижу, что вопросов нет. Всех благодарю, что были онлайн. Желаю вам хорошего дня. И всем всего доброго, пока запись будет в чате. Всего доброго, всем пока.